Девочки, привет, мои дорогие! У нас сегодня воскресенье, я уже давненько не брала камеру в руки. Думаю, пора-пора для вас что-нибудь поснимать. Я уже, как всегда, в своем бюро на кухне буду готовить обед. По времени уже пора пообедать. Я только начала готовить. Ну, в воскресенье расслабляемся. Вчера тоже непонятно, чем весь день занималась. Стирала, готовила, закупались. Ну, вот так и прошел весь день. Сейчас покажу, что буду готовить. Готовлю я сегодня такое блюдо. Не знаю, как оно называется с детства. Его знаю, с детства готовим. В общем, я тут немного прижарила мяско. У меня здесь нарезанный лук, маринованная квашеная капуста, рис промытый и картошка. Все складываю слоями, заливаю водой и будет тушиться. Поперчить, посолить, препаравы добавить по вкусу. И с этой стороны здесь у меня тоже капуста. Я разморозила целый пакетик. Сделаю такой, не знаю, то ли винегрет, то ли ленивый винегрет. В общем, добавлю свекла. Она уже готова, я ее покупала. И здесь у меня уже фасоль. Я уже ее промыла. Она уже вот там водичкой стекла. Добавлю фасоль, еще красный лук сюда. Ну, посмотрим еще что. И здесь у меня зелень. Я ее промыла, и она вот немножко обсыхает. Сейчас я потом ее порежу на заморозку. Ну, закину. Вот такие пучки, представляете, вчера закупались. Вот, видите, толщина. 79 центов стоит. Тут, в принципе, вот эти все палочки выбросить, да, и ничего не остается. Ну, вот так. Сейчас зимой зелень стоит дорого. Вот здесь у меня тайсон в помощниках. Шкребется. Тайсон. Что я делаю? Мясо я заложила на дно кафтули, смешала его с вот таким крупно порезанным луком. Добавляю рис. Немножко разровнять. Затем я добавляю капусту. Капусту я до сих пор еще так и не сделала свою. Скоро уже зима кончится. Ну, вот следующая неделя будет у меня отпуск, и я займусь капустой. Добавляю картошку. Ух, не прорезалась одна. Ничего страшного. Добавляю лавровый листочек. Соль. Заливаю все этой водичкой. И буду тушить. Потом в последнюю очередь немного перца добавлю и зелени. Установила телефон на штате для того, чтобы я могла что-то делать и с вами поболтать. Хочу еще раз поговорить по поводу мюзикла, на котором я была. Я была в полном восторге. До мурашек нет слов все это описать. Изначально я была скептически настроена. Я видела по телевизору какие-то мюзиклы. Мне нравится очень несколько фрагментов из мюзикла «Призрак оперы», который я тоже видела по телевизору. Мне не с чем было сравнивать. Я никогда не была на мюзиклах. Это был мой первый опыт. Я хочу сказать, что все. С этого момента я люблю мюзикл. Мюзикл «Мама Мея», на котором я была в этот раз, основан на 22 песнях, на 22 хитах группы Аба. Естественно, это все в современной обработке, с немецким текстом. Не все время поют, очень много говорят. Сказать, что там были какие-то шикарные декорации, нет. Там всего две стены, которые туда-сюда переворачивались. Естественно, это все обыгрывалось подсветкой. И иногда выносились какие-то маленькие аксессуары. Столы, кровати, что-то типа такого. Но игра актеров, голоса, это было что-то, это было нечто. Моя Шафиня, она женщина уже в возрасте. И была еще ее подруга, которая работает у нас на фирме. Немножко совсем тоже женщина в возрасте. И Шафиня сказала, что ей как бы немного резало ухо немецкие тексты. Потому что она привыкла слышать музыку с английским текстом именно эти песни. Но все равно. Я бы не сказала, что я фанат Кабы. Но я когда-то же тоже слышала эту музыку. Но вот эта подача актеров, она вот просто завораживает. Мне очень понравилось. И коротко о мюзикле, о действии. Все действия происходят на каком-то небольшом острове. Мама вырастила дочку одна. Дочка собралась ходить замуж. И она не знала, кто ее отец. И мама тоже, наверное, не знала или догадывалась. Но, в общем, она пригласила всех трех отцов к себе на свадьбу. И вот в этом все раскручивается, вот это все действие. И вот эта мама, в мюзикле ее зовут Донна. Девочку, дочь звали Софии. Вот мама Донна, актриса, вернее, которая играла эту Донну. Вы не представляете, какой у нее голос. Я только ждала, когда будет опять ее партия, когда будет она снова петь. Это вообще, я не знаю. Я домой приехала, мне же было интересно, сколько стоят эти билеты. Потому что это был действительно подарок от нашей начальницы. Она купила, она все оплатила. Вы представляете, она нам даже дала по 2 евро, чтобы мы куртки сдали в гардероб, чтобы мы ни копейки не тратили. Стало интересно, сколько же все-таки стоят билеты на мюзиклы. Потому что я теперь хочу воочию посмотреть мюзикл «Призрак оперы», если это будет возможно. Я зашла в интернет и посмотрела, сколько стоят билеты. И вот эти билеты, где мы были в партере, это был вторник. Кстати, во вторник самые дешевые билеты, потому что чем ближе к выходным, билеты дороже. Стоили 86 евро. Если покупать билеты внизу, в зал, получается, там от 40. Этот мюзикл у нас в Берлине гастрольный, проездом. А стационарный есть, по-моему, в Штутгарте. Что снимать внутри, естественно, нельзя было. Если вы смотрели внимательно, я потом, правда, отключила камеру. Мне моя шаги не сказала «Мойсен». Ну, то есть, она меня почему-то в последнее время стала называть мышкой. Да, вот. Что снимать внутри нельзя было. И я вот там маленький-маленький кусочек ставила. Я думала, что уже все закончилось, что все выходят на полклон. И я просто хотела вот прям как раз вот этот кадр на память для себя тоже сделать. И я убрала, естественно, звук, потому что бы видео заблокировали однозначно. Это авторские права и тому подобное. Я, наверное, как-то сбивчиво рассказываю. Ну, вот я на эмоциях, до сих пор на эмоциях. Так что обязательно сходите. Вам понравится. Сейчас я уже практически доделала все. Сейчас дорежу зелень. Когда приготовиться, пообедаем. Потом я вам покажу пару посылочек. Если интересно, смотрите дальше. И я в пятницу после работы заезжала в магазинку. И что подкупила, тоже вам покажу. Вот такой салатик на скорую уроку уже готов. Он такой вкусненький и не очень калорийный. Заправила его оливковым маслом. Здесь я нарезала зелень. Пока не убираю, потому что хочу добавить тому, что тушится. Мне девочки очень часто пишут в комментариях, что у них не хватает места на кухне, чтобы покупать какие-то гереты. Их ставить некуда. Ну, какие-то приспособления кухонные. Тоже вечно не хватает места. Я как можно максимально разгружаю плату. Не люблю, когда много наставлено. Была бы моя воля, я все бы вообще убрала. Там у меня стоит мультиварка, как вы видите. Мой гриль стоит на микроволновке. Когда что-то нужно делать, я либо его спускаю на эту поверхность, либо прямо на варочную поверхность. И здесь готовлю, потому что здесь тоже рассетка. Удобно. Комбайн у меня стоит здесь на морозильной камере. Мне тоже его, в принципе, некуда убрать. Здесь у меня есть еще вот такой уголок. Здесь стоят два пластмассовых контейнера, в которых большие запчасти от комбайна. Потом мой старый комбайн. Я его тоже выбросить не могу. Не знаю, что там еще, но что-то вот такое. Потому что сохранить это негде. И вот я вот так приспособила. Там, вы видите, у меня стоит сэндвичница, вафельница, которых у меня тоже не особо много. И Сережа говорит, если был бы у меня еще один какой-то шкаф, даже огромный шкаф, он все равно был бы забитый. Я думаю, что это проблема у всех. Такая девочка, как у вас. Пишите, мне интересно, как вы с этим боретесь, как вы с этим справляетесь. Я спустила вниз, ну вот сюда, на столешницу оптигриль. Юля просила меня, и многие очень спрашивают, много задают вопросов по поводу оптигриля. Да, вот. Просит рассказать. Я уже небольшой обзорчик делала, когда я только получила в подарок эту великолепную штукенцию. Но я тогда не знала, насколько это хорошо, и не могла, ну прям конкретно сказать, можно ли покупать, либо не стоит. Сейчас я могу с утверждением сказать, что это очень замечательная вещь, что она меня очень выручает на кухне. Как называется модель гриля, который у меня, вы увидите в заголовке. Что хочу сказать. Вот у меня Tefal OptiGrill Plus. У меня он такой черный. Есть еще серебристый Эдельсталь. Не ржавейка, да, по-моему, так. У меня вот такая модель. Хочу сказать, что очень-очень довольна. В комплекте идет поддон. Он идет ко всем грилям, да, у всех моделей, где стекает жир или сок, смотря что готовится. У меня же еще в комплекте была вот такая емкость для запекания. Я в ней очень много что готовлю. Я, правда, не всегда вам все показываю, не успеваю снимать. Я уже готовила яблочный пирог. Делала творожную запеканку, пиццу, запеканку с ананасом и с куриной грудкой. Что еще, что еще. Много чего я, в общем, мясо с овощами, вы, кстати, недавно видели. Рыбу в соусе. Очень-очень классно. На семью из трех человек нам вот просто замечательно на раз покушать, и еще чуть-чуть остается для кого-нибудь. Ну, если вдруг потом еще кто-то проголодается. Замечательная штука. И я, мне кажется, все чаще и чаще стала готовить именно на гриле, да, не включая большую духовку. По поводу гриля. Они все отличаются по комплектации. Я имею в виду программы, да. У некоторых есть только, допустим, 3-4. Это старые модели. Нет рыбы, нет разморозки. Все разные. И поэтому стоимость у них разная. Что еще важного, да. Оптигриль, он, если вы выбираете вот такие программки, которые уже запрограммированы, он самостоятельно выбирает температуру и время. Да, они уже запрограммированы. Также здесь есть температурный режим. Вы можете выбирать вручную температуру, которую вы будете готовить. Вот видите? То есть, вот так. Здесь индикатор температуры соответствует. Когда вы нажмете ОК, это начнет нагреваться, готовится. Если вы, допустим, выбираете программу для бургеров жарить, да, точно так же нажимаете ОК. И после того, как гриль нагрелся, вы ложите туда котлетки, и он выпекает. Но единственный минус, я хочу сказать, это большой минус у всех грилей. На программе вы можете приготовить только один раз. Потом, если вы захотите вторую партию сделать, то вам нужно будет, чтобы он полностью остыл. И потом вы сможете воспользоваться еще раз какой-то из этой программы. Но если вы много готовите, да, если у вас семья большая, то лучше купить сразу оптигриль XL. Он побольше размера. Платы у него съемные, очень легко снимаются, моются. Написано, что подходит для шпильмашины, но я мою вручную, как-то побаиваюсь. Я мою вручную их. Что еще такого? Мой гриль стоил, на тот момент, когда его покупали мои, стоил 149 евро. Цены на всех сайтах разные, в магазинах бывают скидки, нужно все просто смотреть. К моему грилю шла вот такая книжица. Книжица с рецептами. Так, начинается с грильных баклажан, затем есть пицца, также гамбургеры, лазанья. Лазанью, кстати, я тоже готовила, только не по рецепту, я, как всегда, на глаз. Все, что у меня есть, я быстренько закидала, приготовила. Хочу попробовать еще творожный пирог, кайзу кухон сделать, апфель кухон. Ну, я шарлотку пекла обыкновенную. Так что не бойтесь, если вы не знаете, как им пользоваться, вот можно просто по этим рецептикам, как говорится, набить руку, узнать, как он в действии, как он в работе. Также есть вот такая брошюрка, она вам помогает разобраться с режимом температур. Здесь, в принципе, можно все почитать, все легко, доступно объясняется. Также есть вот такая брошюра, которая объясняет, какой выбрать лучше температурный режим, чтобы готовить протеянные продукты. Ну, вот, собственно, и все, что можно сказать по этому грилю. Я очень-очень довольна и огромное спасибо моим родным, любимым, что они мне подарили такую замечательную вещь. Обещанные посылочки. Я получила заказ от Гефро. Наконец-то я сделала заказ. Не те, которые пробные, которые, ну, как бы в подарок, да, бесплатные приходили. Я в этот раз сделала заказ сама. Так. Книга с рецептами, много-много всякой рекламы, много-много всяких брошюрок. Ну, как обычно, да, когда вот такие сайты предлагают свою продукцию. Что я заказала? Из моего заказа я заказала вот такой салат дрейзинг для заправки салата. Вкусный. Мне понравился, когда он был в пробных пакетиках. Затем, по просьбе дочи, я заказала вот такой суп. Это томатный суп, гаспачо. Ей тоже очень понравился. Судя, если верить этикетке, да, и вообще, если верить всему, что пишут, он более такой натуральный, нет химических добавок и всего остального. Но вот ребенок попросила. Кстати, я тоже попробовала. В принципе, на вкус нормальный такой супчик. Кипятком заливаешь, да, ничего страшного, ничего сложного. Иногда чего-то хочется, можно перекусить. заказала вот такой супчик. Далее, там была акция, что если заказываешь один соус, платишь как за два. Ну, в общем, два вот таких соуса, один светлый, другой темный. Я, как я уже говорю, что я не любительница магазинных соусов, но иногда, вот очень-очень редко, когда не знаешь, что по-быстрому, что как, зачем, почему, вот такие банки, вот такие пакеты выручают. То есть, еще два вот таких соуса. Доставка у этой фирмы от 10 евро уже бесплатна. Затем они в подарочек положили еще вот такой же пакетик супа. В подарок достался нож. Очень многие девчонки мне писали, что заказывают, кстати, на этом сайте эту продукцию и очень довольны. Нож очень острый. Это именно для резки помидоров. Ну, вот будет еще один нож в коллекции. Так, и еще маленький подарочек, который здесь был. Это вот такая штучка. Замечательная лопаточка для специй. Очень прикольная, деревянная. Вот, еще маленький подарочек. Это первая посылочка. Еще одна посылочка. Я думаю, что те, кто живет в Германии, знают, что это такое. Вот Glossy Box. Это коробочки. Маленькие коробочки, в которых приходит косметика и уход. Я в этом году, доченьки, не покупала Абвентс Календер, как я делала два года подряд, но что-то захотелось новенького. Она не захотела Абвентс Календер, который, от той фирмы, которую я покупала в прошлом году, потому что где-то она видела распаковку, и сказала одинаково. Я потом увидела вот такую штуку Glossy Box. Было прикольное предложение, что если делаешь как бы абонемент на три месяца, стоит 35 евро. В общем, 35 евро платишь, доставка бесплатная. Каждая коробочка обошлась в 11 евро с копейками. Первую коробочку я вам не показала, не успела, потому что были праздники, она пришла еще в декабре, и я вам ее не показала. Только вам могу показать, что бывает в этих коробочках, что было в нашей. В первой коробочке была вот такая палетка, которая, если покупать, стоит 25,50. Дальше был вот такой айлайнер, подводка для глаз, водостойкая. Если ее покупать, она стоит 10,95. Она была в коробочке. Затем, так, этого не было, этого не было. Затем вот такой пилинг для лица, очень-очень классный, пахнет, девочки, вы просто не представляете, стоит он 4,90, если его купить. Ну, за те деньги, которые он стоит. Очень классный, мне он очень понравился. Мы с дочерью и мужем пользуемся. Так, этого ничего не было. А, вот этот вот бальзам для губ, вот такой-ка в форме карандашика. Он немного с розовым оттенком. Стоил он 2,99 от Беби. Тоже неплохой, в принципе. Так, что еще, что еще? Так, этого не было. Затем была вот эта большая бутылочка, которая бы стоила 8,50, если ее покупать. И были еще вот такой, две штуки в упаковочке. Это для того, чтобы очищать поры на носу. Вот приклеиваешь как пластырь такой, да, и потом надираешь, очищаешь поры на носу. Вот это была первая коробочка. Сейчас я вам покажу, что пришло во второй коробочке. Это пришла вторая коробочка. Вот так запакована. Так, смотрим, что может здесь быть. это как основа под макияж, насколько я понимаю. Если ее покупать, она стоит 105 евро 30 миллилитров. То есть, это опять же, никогда не знаешь, никогда не угадаешь, что там может оказаться. Так, затем ночная маска 50 миллилитров 22 евро 14, 30 миллилитров 14 евро. Затем хайлайта такой 22 евро стоит. Может оказаться маска от Ньютроджины. Затем уход вот такой фирмочки. Так, что у нас еще здесь? Душкель. Так, что-то от Ритуаль. Бальзам для губ. От Джилл Сандал бодикрем тоже. Так, сейчас посмотрим, что есть. Они приходят всегда вот так красиво запакованы. Прошлая коробочка была серенького цвета. Так, смотрим. И вот что в этой коробочке. Так, большая бутылочка это шампунь от Неве. Объемы, силы волос. и вот посмотрите, здесь лежит основа под макияж, которая стоила бы 105 евро. Фирма Avant с коллагеном. Так, это надо все дочи показывать, чтобы она с этим совсем разбиралась. кстати, вот этот хайлайтер. Ночная маска 30 мл. Насколько я понимаю, это тени. Кстати, красивый оттенок, я такими пользуюсь. так, и что у нас еще здесь? Какой-то напиток для того, чтобы уснуть. Насколько я могу понять смузи. Сроки указаны. Ну, что хочу сказать. Неплохое содержимое для 11 евро, да? Уж если по деньгам учитывать, что только вот эта штучка. Интересно, стоит ли она на самом деле столько нужно будет в интернете посмотреть, что если вот эта штучка только стоит 105 евро. Насколько же стоит этот напиток? Шампунь у нас 2,49 стоит. Тени у нас стоит 3,49 а вот такой напиток стоит 2,95 натуральный шлак и тренг. на травах кстати выпить за 30 минут до того как идешь спать. Ну придет еще одна третья коробочка. Я хочу сказать, что очень классная штучка. это было по скидке, еще раз говорю, было предложение, была скидка, что если делаешь апонемент, то платишь за раз 35 евро и вот 3 месяца по одной коробочке. Три раза придет, значит, придет еще одна третья и каждая из них получается по 11 с копейками. Доставка бесплатна. Так что потом посмотрим, если еще что-то можно будет с Glossy Box записывать, я, наверное, буду. Очень выгодно. Девочки, забегала в магазин в ДМ. Сейчас покажу, что купила и была еще в Тек и Макс. Тоже покажу, что купила. Здесь сразу все на диван высыпала, потом разберу. Ну, сначала вам, конечно, покажу. Купила влажные салфетки Евро 25. Я всегда покупаю в ДМ эти влажные салфеточки. Ну, где-то что-то подтереть, чтобы всегда были под рукой. Они еще очень вкусно пахнут. Затем купила вот такой микрофаза потух. Говорят, что вот если прям пальцем совсем от малейшего прикосновения цепляется, это вот настоящая микрофаза. Ужасно противно трогать, но хочу сберечь зеркало на новом шкафу, который в ванной, да, и теперь не пользуюсь вообще никакими чистящими средствами. Вот, купила сначала, хочу попробовать самый простой. Ни разу не брала, потому что руками прикасаться очень неприятно. Наверное, впечатка воду попробую. Ну, в общем, хочу попробовать. Евро 55 стоила. Это тряпочка. Покупаю обыкновенные вот такие как губки, а не тряпочки тоже где-то со стола вытереть на кухне. Ну, вот, удобная вещь. 85 центов стоит. 5 штук надолго хватает, потому что я их разрезаю напополам. Мне так удобно в руку брать. Экономлю, называется, на тряпочках. Увидела новинку шампунь. Кто меня смотрит, знает, вечная моя борьба с этими шампунями. Вот такая новиночка стоил 5,95. Восстанавливающий шампунь с экстратом крапивы и с ромашкой. Пахнет, кстати, очень вкусно. Мне понравился. Восстанавливает структуру волос от корней и по всей длине. Посмотрим, что будет. Так, купила крем. Взяла от болея, такой самый простой. Он евро 25 стоит с гиалуроном на работу. Шкафчик закончился у меня там крем. У меня вообще крем для рук улетает вот, я не знаю, то бедрами. Я в нем как будто купаюсь. Так, что еще? Купила вот такую массаж, для массажа, для пилинга варежку. Наша уже ужасная такая новенькую взяла, обновила, старую выбросила. Стоила она, по-моему, евро 95. Так, еще здесь накупила жевательные резинки. Нелли наша без жевательных резинок никуда. Затем всех хвалят. Алина хвалит. Вот только почему-то не помню, эти взяла или другие взяла. Вот такие капсулы. Это концентрат, это против морщин, увлажняет и подтягивает кожу. Ни разу не покупала, вот правда, ни разу не покупала, решила попробовать. 95 центов стоит. И еще взяла один тоже подтягивающий эффект. Вот такие капсулки по 95 центов, да, я уже сказала. Буду пробовать. И купила еще вот такие подушки, ну, такие подушки, они пропитаны уже чистящим средством, я сковородки, дно у сковородок чищу. У меня закончилось средство, которое я от Фаберлик покупала, очень классно, классно очищает. и вот это тоже бюджетно так очень стоит. Евро 55, 10 штучек надолго хватает. И очень классно очищают дно у кастрюли, у сковородок. Вот такие штуки. Так, и я же заходила в ТК-Макс, потому что дочь попросила купить ей пижамку. Так, сейчас я вам покажу пижамку. Ну, обыкновенная чистый хлопок. Вот такая мордашка. Жалко, что рукав очень короткий, но выбора вообще никакого не было, что они там какие-то ужасные висели, либо цвета, либо качество синтетика. И штанишки, они немного удлиненные, как каприные, надо больше для сна. Стоила пижама 15 евро. Зачем доченьке купила носочки? Время от времени обновляю. Занашиваются, застирываются, поэтому покупаю новые. И как же я пройду мимо и не куплю масочки. Купила вот такие корейские с коллагеном. 5 штук в упаковке и стоили они 7 евро. И вот такие купила с экстратом розы, насколько я понимаю. Они стоили 5 евро, тоже в упаковочке 5 штучек. Так что фирма вот такая. Будем пользоваться масками. Ну, собственно, и все покупки. Как-то я сегодня скромненько. в упаковке. Спасибо за субтитры.